94-летний японец Рёкити Кавасима – ветеран войны. Сейчас он участвует в другой битве, политической, за место в Нижней палате парламента Японии. Рёкити – самый пожилой кандидат. Кавасима – участник независимый во всех смыслах этого слова. Он держится вдалеке от предвыборных баталий Токио, не поддерживая ни одну из политических партий. В повседневной жизни заботится о себе тоже полностью сам. Его посёлок в пригороде столицы окружён живописными рисовыми полями. Он ведёт свою небольшую предвыборную кампанию при поддержке зятя. Есть у Рёкити и штаб, который находится прямо в его доме. «Все умерли. У меня было много друзей здесь вокруг. Но когда я отправился к ним за помощью, оказалось, что никого уже не осталось». Заявку на участие в выборах Рёкити подал за три дня до конечного срока. На предвыборную агитацию у него было три миллиона иен. Это 36 тысяч 400 долларов. «Эти деньги были отложены на мои похороны. Дочка была против. Она сказала, что если я использую эти деньги, меня не смогут похоронить. Но я ответил, что это неважно, и что деньги просто лежали и ждали, когда же их используют. А похороны мне вообще не нужны». В политике Рёкити с одной стороны придерживается левых взглядов, настаивая, что Япония на самом деле так и не сдалась в конце Второй мировой войны. С другой – поддерживает антиядерную и антивоенную позиции. В парламент Рёкити баллотируется впервые. Ради чего же он пошёл на такой шаг на старости лет? Говорит, что разочаровался в других кандидатах в Японии. К тому же его предвыборная кампания не даёт ему скучать и позволяет быть энергичным. «Никто из имеющихся сейчас лидеров политических партий не достоин быть премьер-министром. Я сделал такой вывод, смотря телевизор. Я узнал, что люди регистрируются в качестве независимых кандидатов. Читая в газете о таких самостоятельных участниках выборов, я подумал, почему бы мне не поступить так же». Выборы в Нижнюю палату парламента Японии состоятся 16 декабря. На 480 мест претендуют более полутора тысяч кандидатов. Некоторые младше Рёкити на 70 лет. За большинством из них стоит одна из двух главных политических партий Японии – либо правящая демократическая, которая за последние три года ослабила свои позиции, либо оппозиционная либерально-демократическая партия, которая, наоборот, сейчас приобретает популярность.